Договоры коллективной безопасности который в нашей стране проходит в рамках председательства Армении в УДКБ и действительно это двойной юбилейный год для нашей организации мы отмечаем 30-летие подписания договора коллективной безопасности и 20-летие создания организации договора коллективной безопасности и для нас большая честь вот в этом юбилейном году председательствовать в нашей организации и вы знаете, что мы это неоднократно обсуждали повышение эффективности УДКБ является одним из важнейших приоритетов нашего председательства и мы считали и считаем, что нужно улучшать механизмы быстрого и кризисного реагирования на конкретные ситуации и я хочу заметить, что в принципе у нас есть, имеется правовая база по этому поводу тоже и в 2010 году, 10 декабря, решением Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности принято положение о порядке реагирования Организации договора о коллективной безопасности на кризисные ситуации я думаю, что вот этот документ, в общем, довольно понятно формулирует те механизмы, которые существуют в нашей организации и там в частности предусмотрено, что мы должны считать кризисной ситуацией и как мы должны реагировать на это и хочу обратить ваше внимание, что есть еще и такое понятие в этой положении как миссия, которая формулирована следующим образом группа специалистов государств-членов, состоящая из представителей государств-членов ОДКБ назначенных в соответствии с настоящим положением и временно направляемая в зону кризисной ситуации с целью проведения мониторинга обстановки определения положения дел на месте и выработки предложений о дальнейших мерах организации по предотвращению урегулированию кризисной ситуации а также реализация иных функций определенных Советом коллективной безопасности ОДКБ еще хочу обратить внимание, что во второй главе этого документа есть глава, который называется мониторинг и секретарят ОДКБ на постоянной основе осуществляет сбор и анализ информации о состоянии и тенденциях развития обстановки в зоне ответственности организации в целях выявления предпосылок кризисных ситуаций почему я об этом говорю, вы знаете, что еще в прошлом году в мае месяце вооруженные силы Азербайджана вторглись в нашу территорию и в связи с этим мы обратились к ОДКБ и я неоднократно об этом говорил и как председательствующий я хочу подчеркнуть, что нужно этот вопрос как следует обсуждать почему? Потому что мы видим, что агрессивные заявления со стороны Азербайджана продолжаются и мы этот вопрос должны обсудить особенно учитывая, что Армения обратилась к ОДКБ я думаю, что это действительно и для нас, и для организаций очень принципиальный вопрос и я хочу заметить следующее после вторжения азербайджанских сил в нашу территорию были некоторые комментарии о том, что нет демаркированной и делиментированной границы между Арменией и Азербайджаном честно говоря, это довольно-таки опасная формулировка потому что вот мы говорим зона ответственности организации коллективной безопасности если мы говорим, что должны учитывать те границы, где были проведены процессы демаркации и делимитации это может как бы размыть понятие зоны ответственности ОДКБ потому что поднимается вопрос, а где начинается зона ответственности ОДКБ и где заканчивается зона ответственности ОДКБ наша позиция в том, что между Арменией и Азербайджаном существует конкретная граница потому что в 1991 году, когда было создано Содружество независимых государств было подписано межгосударственное соглашение и там четко расписано, там определено, что страны обоюдно признают границы между собой которые существуют это имеется ввиду административная граница времен Советского Союза и я думаю, что мы должны исходить из этого обратное комментирование или интерпретация этой ситуации я думаю, что понизит эффективность в общем ОДКБ и я надеюсь, что вот в течение этой встречи эти нюансы тоже во время вашего заседания тоже обсудятся недавно в Москве, когда был неформальный саммит ОДКБ я поднимал этот вопрос, мы начали обсуждение и я хочу еще раз как председательствующий поручить генерального секретаря ОДКБ чтобы как в соответствии с нашими уставными документами организовать этот вопрос потому что я думаю, что у нас в регионе ситуация сейчас в общем, можно сказать, стабильно напряженная но я думаю, что те заявления, которые слышны из уст официальных лиц Азербайджана эти заявления настораживают и я думаю, что этот вопрос мы должны обсудить в формате ОДКБ еще раз позвольте поприветствовать вас очень рад вас видеть и очень рад той динамике, которая после ковидного времени появилась у нас в ОДКБ потому что в течение двух лет мы фактически очень мало общались в очных форматах конечно же, мы продолжали работать в онлайн режиме но я думаю, что все мы согласны, что вот такие встречи и общения они очень важны для нашей работы и я очень рад, что вот мы вернулись к этому режиму это случилось в год нашего председательства и в этот очень важный юбилейный год спасибо большое Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok